С особым волнением за церемонии открытия наблюдали близкие россиян-олимпийцев. За спортсменов переживают их родственники во многих городах страны. Как начало главных летних соревнований мира встретили в Хабаровске, увидела Ольга Жабалина. Строение, конечно же, праздничное у всех, поскольку открытие Олимпиады и сама Олимпиада это традиционно большой спортивный праздник. Тот промежуток времени, когда все должны отвлечься от своих каких-то разногласий и отдать дань спорту, который занимает большую часть в жизни человечества. Мы находимся в загородном детском лагере «Мир детства» в пригороде Хабаровска. Все ребята прильнули к экрану телевизора, поддерживают даже не нашу команду, поддерживают всех проходящих атлетов. И даже произнесли, пока шла трансляция, такую кричалку в поддержку российской сборной. «Имейте, дети, молоко, вам до наших далеко! Пейте, дети, просто квашу, все равно победа наша!» Ну вот такой боевой настрой начался с самого раннего утра. Здесь еще пока висел туман, прошла зарядка и обычных хабаровских школьников, и отряда каратистов, которые тоже отдыхают в этом загородном лагере. Надо сказать, что из Хабаровского края ожидалось убытие на Олимпиаду трех спортсменов. Это боксер Андрей Замковой и два легкоатлета Данил Цыплаков и Екатерина Конева. Но легкоатлетическая федерация в последний момент все-таки не позволила нашим двум землякам участвовать в Олимпиаде. Очень обидно это, поскольку подают они большие надежды. Ребята готовились, тренировались и до последнего верили в то, что смогут принимать участие в соревнованиях. Данил Цыплаков, напомню, прыгун в высоту, а Екатерина Конева специализируется в тройном прыжке. Но вот, к счастью, все-таки Андрей Замковой, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, в 2012 году поехал на Олимпиаду в Рио. Он готовился, за него здесь будут болеть. Первый выход на ринг у него 8 августа. Буду болеть. Ну, это как бы наш хабаровский человек. То есть, ну, надо за него болеть. Думаю, выиграет. Даже не думаю, знаю, верю в его победу. Ну, я думаю, что олимпийцы наши это достаточно опытные спортсмены. И они сами знают, как себя каждый настраивает. Ну, хочется пожелать, конечно, победы. Не думать о плохом. Все забудьте, двигаться только вперед. Ждем выхода российских атлетов. И в течение всех олимпийских дней будем болеть за тех, кто все-таки представит нашу страну. Ольга Шабалина, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.